Мафия 2, Need for Speed, World of Warcraft, Grand Tourism 5, Final Fantasy 13, а также Почему военным не дают игрушки и как попасть на телешоу? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите Крупная игровая компания подала в суд на молодого австралийского парня Который первым спиратил и залил в сеть их новую игру про усатого сантехника Марио Разработчики выиграли дело и теперь пират должен выплатить им полтора миллиона австралийских долларов А это, между прочим, почти 40 миллионов рублей Эх, не знаю, где этот неудачник достанет такие бабки Но зато уверен в том, что зовут меня Макс Васильев Вы смотрите виртуалити и мы начинаем И кстати, парни, пиратство это плохо Не успел летательный экшн-дак Уэйд завершить свое шествие на консолях и персоналках летальным исходом Как товарищи из Кэпком уже выпустили для проекта дополнительные прибамбаски Срывая мишенс на несчастного геймера, вздумавшего окнуться в мир темной пустоты Обрушатся одна за другой толпой вражеских роботов Да-да, тех самых роботов, для расстрела которых требуется выпустить по одной обойме в каждого И с каждой волной противников они будут все сильнее и сильнее, все сильнее и сильнее, а потом еще сильнее и сильнее Вы поняли, да? В итоге вас все равно замочат А стоит это безобразие 5 долларов За такие деньги, конечно, ракетный ранец, как у главного героя дракует, не купишь Но можно купить зажигалку, наесться гороха и как потать газу Хороший вариант Расскажем сейчас вам, дети, о заснеженном Тибете Вот высокая гора, в ней глубокая нора В той норе, во тьме печальной, дремлет зло в породе скальной Демоны внутри томятся, но не надо их бояться Будь уверенным и грубым, бей поганцев ледорубом И, в общем, бьет их этих негодяев, лупит без всякой жалости Главный герой компьютерного ужастика Керцмаунт Он ищет пропавшего брата, а попутно разбирается с какими-то темными созданиями И разгадывает тайну тибетских лам Ну, ламы — это такие мудрецы, а не мохнатые животные Ну, это не важно, главное — страшно Надоел тупой отстрел зомби в Left 4 Dead 2? Не проблема Специально для вас хит сезона Такой же тупой отстрел зомби в свежем кооперативном шутере Killing Flo Тут, как говорится, найди 10 отличий Итак, ищем Killing Flo действие происходит в Англии, а не в Америке Кооперативный режим на шестерых, а не на четырех разных игроков Можно прокачивать всякие навыки и умения персонажа И проект вышел только на PC, никаких консолей Сколько уже? Ага, четыре Дальше, ну, графика похуже Персонажи унылые, уровни незамысловатые Мало разных видов зомби И нет гитары со сковородкой в качестве оружия Итого 9 Ну и 10 отличие от Left 4 Dead 2 Играть в Killing Flo неинтересно Надеемся, вам этого достаточно для того, чтобы вы задумались, а и стоит ли Ну а пока вы стоите и думаете От вам! Производители Xbox 360 наотрез отказались предоставить американским военным приставки Якобы, чтобы в дальнейшем бокс не ассоциировался у геймеров с оружием и армией И правильно! Военные должны родину защищать, а не играться Но это, дорогие девушки, не значит, что на День защитников Отечества Нам нужно было дарить туалетную воду и крем для бритья Эх, если бы 23 февраля был в мае, такого провала не случилось бы И сейчас вы поймете почему Мафия 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 – это криминальное объединение группы лиц, имеющие связи с представителями власти И созданное с целью получения доходов от незаконной деятельности Проще говоря, бандит А вот Мафия 2 – это игра, которую вот уже несколько лет с благоговейной дрожью в коленках ожидают миллионы геймеров Наконец-то чешские разработчики назвали дату выхода этого чуда – 31 мая Да это же как раз перед каникулами Отличный подарок Так, а если вы не в теме, что такое Мафия 2 и почему ее все так ждут? Тогда внимание на экран Первая Мафия – это драматичный экшен в декорациях довоенной Америки Рассказ о том, как простой парень встал на скользкую дорожку, втянулся в криминальный мир, а потом захотел уйти, но мафия никого не отпускает Это очень мрачная такая история А во второй части мы сделали все гораздо ярче и круче Кто бы сомневался Вы только посмотрите на этот город Огромный мегаполис Импайр-Сити Прекрасно себя чувствует и без вашего вмешательства Ездят машины, спешат пешеходы В дешевых закусочных посетители травятся калорийными бигмаками А кто-то справляет нужду Вам что-то не хватает? Безбашенности Не вопрос Парочка отвязных парней с битами и автоматами Томпсона И проблема решена Начинается все с мелких поручений Потом приятели находят на свою голову большие проблемы Но им помогает местная авторитет У парней просто не останется выбора Но дальше все по плану Разборки, погони, романтика, полугулые красотки, опасные задания Но это как просмотр крестного отца Только здесь вы и режиссер, и главный герой А как и в любом фильме Самая главная актерская игра и декорации О том, что город Импайр-Сити Один из самых впечатляющих городов в видеоиграх Разработчики проружжали уже все уши Но, как говорится, лучше один раз увидеть Ну и актеры В смысле герои Вы только посмотрите на этих милых мафиозиков Да это же персонажи Де Ниро, Марлона Брандо и Аль Пачино Из всех известных фильмов про мафию В общем, как гласит известная поговорка От мафии никуда не скрыться А от Мафии 2 и пода Между прочим, в Мафии 2 будут самые настоящие гонки на машинах Да еще и со стрельбой Ну а пока игра не вышла Любителям быстрой езды предлагается попробовать свои водительские навыки В бета-тесте сетевой гоночной игры Need for Speed World Который вот-вот начнется Ну а если и этого мало Смотрите пятерку гоночных игр Которые переедут вас в этом году Открывает великолепную пятерку гоночных игр этого года Проект с музыкально-фотошопным названием Blur Это типичная гоночная аркада Со стрельбой, всякими энергетическими зарядами Защитными полями и прочими элементами сладкой жизни Из колонок вместе с ревомотором несется мощный техно-рок А для особо изощренных водителей присутствует сюжет Хотя какой там сюжет? Здесь же самый смак разогнаться Да как-то вреды своего приятеля под бампер В общем, выход игры намечается ближе к маю И это — пятое место На четвертой стартовой позиции разместилась яростная игра Rage Которая появится осенью Это обопомрачительные гонки со стрельбой из крупнокалиберных орудий В декорации ядерного постапокалипсиса Перепечатать соперника в гору раздолбанных тачек Или изрешетить его авто из пулемета Гатлинга Это самый простой выбор в Rage Ведь кроме гоночной части геймеру придется еще шлепать на своих двоих и отстреливать мутантов из дробовика А тут вариантов еще больше Впрочем, фиши в ходной части игры нас мало интересует А вот гоночная составляющая выводит этот проект на четвертое место нашей пятерки Третьей на финише оказалась игра Split Second от студии Walt и Disney Кто бы мог подумать, что кроме мультяшных аркад и жухлых киноподелок Эти товарищи свояют настоящее гоночное телешоу с геймером в главную роль Причем это не русская версия Top Gear Здесь идут бескомпромиссные гонки на выживание А подленький режиссер трансляций постоянно подбрасывает участникам новые испытания То дом рядом с трассой обрушит То взрыв бензоколонки устроит То самолет уронит на крышу А то, знаете ли, и окатит из канализации нечистотами Надо всегда быть на чеку Игра появится в апреле на третьем месте Второй гоночной игрой этого года обязательно станет монструозный Гран-Туризм 5 Причем сразу как выйдет осенью Обещается несколько сотен наверхоньких авто Примерно столько же различных трасс Какая-никакая, но система повреждения машины И самая умопомрачительная игра, как и физическая модель в гоночных играх А уж про популярность серии говорить не приходится За все время ее существования было продано более 55 миллионов копий Неудивительно, что пятая часть автоматически возведена в степень культа И предвкушается фанатами не меньше, чем финиш в длительном заезде Второе место Ну и лидером пятерки гоночных игр этого года Стала, внимание, очередная гонка из серии Need for Speed Которая появится ближе к концу года По слухам, она будет называться Out of the Law Вне закона И после гоночных трассов Shift Мы вновь увидим городские улочки, стритрейсеров и вездесущих копов И несмотря на то, что это всего лишь слухи Армия преданных поклонников Need for Speed с легкостью порвет на промасленные тряпицы фанатов любой другой гоночной игры Потому что Need for Speed это воистину народный выбор А с народом не поспорят И это самое главное Первое место Далее в виртуалите Supreme Commander 2 Final Fantasy XIII А также Почему заржавел Железный Человек И как поиграть в StarCraft 2 прямо сейчас Это виртуалити, мы снова с вами Ребятушки, поднимайте задницы Бета-тест 2-го StarCraft'а уже начался Бегом на сайт игры записываться на тестирование И вперед в мир тиранов, протасов и зергов Хотя нет Стоп! Пока сайт ломится от наплыва желающих Еле-еле грузит главную страницу Подождите немного И лучше посмотрите, какие еще игры появятся в самое ближайшее время Компания Capcom совсем позабыла свою ежегодную гоночную линейку MotoGP А когда спохватились, год-то уже и прошел Пришлось срочно переименовывать симулятором мотогонщика в MotoGP 09-10 Задорные гонки на мощных байках под убойным узон выйдут уже 1 марта Вообще, давненько нас не радовали мотогонками Зато всяких симуляторов дальнобойщиков пруд-прудит А ведь чем отличаются мотогонки от обычных гонок? За тем, что водителя здесь можно тюнинговать вместе с транспортным средством Нет, конечно, прокачать ему ноги и сделать огромные кулаки не выйдет Зато подобрать комбинезончик и шлем по цвету байка Это запросто А че, гламурненько Ну все, поехали В модном красном прикиде Железный человек из одноименной игры Лихо разделывал подарек всяких негодяев Было это 2 года назад Но до сих пор за отвратительную поделку по неплохому фильму Ее разработчики горят синим пламенем в логотипе компании Sega И вот в мае нас ждет продолжение кинокартины и, соответственно, новая игра Правда, нового там сгулькин клюк Мажорный стальной наряд железного дяди вместо красного Негодяи-роботы вместо противников людей Огромные такие рыбакищи вместо танков и вертолетов И все тот же однообразный игровой процесс Бегаем, стреляем, летаем, стреляем, приземляемся на врага, бьем, улетаем А где любовь? Где идея, я спрашиваю? Не надо из геймера делать цельнолитного болвана Хватит, понаплодили уже железных человеков всяких Житья от вас нету Iron Man 2 The Video Game Фанаты очкастого волшебника Уже можете дудеть в дуделке и сопеть в сопелке Буквально на следующей неделе на всех без исключения платформах Появится пародийная аркада Лего Гарри Поттер Забавное перелоджение истории волшебника-недовучки С молниевидным шрамом на лбу Порадует лишь тех, кто смотрел первые четыре фильма о его приключениях Игра сделана именно по этим частям эпопии Конечно, смотреть, как корчатся человечки из кирпичиков в Лего Изображая известных героев Удовольствие на любителя У всех остальных просто руки отнимутся в это играть Но, как говорится, я не волшебник Я только учусь А, не-не, не то заклинание Вот так Абра-кадавра-швабра-бумс А чё это? Настали чёрные деньки в мире сетевой игры World of Warcraft И дело не в грядущем дополнении апокалипсис Нет Всё куда банальнее У проекта практически нет новых подписчиков Армия в 11,5 миллионов геймеров не пополняется уже больше года Разработчики считают, что всё дело в том, что Warcraft запретили в Китае Но, скорее всего, мир просто устал от этой ролевой игры Что не скажешь о героине нашего следующего сюжета Эту РПГ ждут миллионы преданных фанатов Самая последняя на сегодня фантазия с порядком номером 13 Уже успела выйти в стране восходящего солнца на консоли Sony И за два месяца её купило почти 2 миллиона японцев До мирового запуска игры осталось меньше недели Поэтому самое время рассказать, что ж там такого понапридумывали эти выдумщики из КВ Эникс, чтобы поразить геймеров в очередной 13-й по счёту раз В каждом проекте мы хотим удивить торогательные истории яркими персонажами и какими-то новыми игровыми опытами Final Fantasy 13 просто поразит вас вообразение Эта игра очень похожа на красивый трёхмерный мультфильм, но это не какой-то детский мультик Это настоящий анимационный седевр Глядя на таких выразительных персонажей, начинаешь сомневаться, а не ролик ли это? Нет, не ролик Когда под ваше управление переходит отряд героя, вы понимаете, что в этом блокбастере главное действующее лицо вы А это ваши напарники Например, это глава группы Snow Villers Асанава такой крутой парень, настоящий боец Он сначала спасает мир, стреляет, гоняет на мотоцикле, а потом попивает саке Правда, у него есть личные проблемы По его вине погибла одна девушка, родственники которой идут за ним по пятам А вот эту красотку зовут Лайтинг Молния Она отличный солдат и постоянно цапается за Snow по любому поводу Такая сладкая парочка Также к ним присоединится чернокожий дяденька Саш Очень веселый персонаж Во-первых, у него прическа в стиле диска Во-вторых, в этой шевелюре у него обитает знаменитый талисман серии Желтая птичка Чокобо 13 В игре есть два мира Летающий мегаполис Кокон и расположенная внизу дикая земля Пульс Зыители Кокона используют специальные кристаллы, чтобы потянить себе обитателей Пульса И заставляют их работать на себя Нас и герой выход из Кокона, но они выступают против его армии И сразаются с монстрами, обитающими в Пульсе Ну и по ходу действия они попадают в различные сложные ситуации В общем, очень весело и круто Компенсирует такой запутанный сюжет Немного упрощенная система битвы Все сражения протекают в реальном времени Поэтому, чтобы надрать зад огромному роботу Надо активно работать с геймпадом Ну или позвать себе в помощь специальных существ с аммона Эти гигантские магические создания Мигом разберут механического демона по винтикам и шпунтикам А ваших захеревших бойцов подлечат и усилят Фанаты прошлых частей игры сразу их узнают В общем, что бы ни говорили разработчики Final Fantasy всегда остается Final Fantasy С интересным лихо закрученным эпическим сюжетом Запоминающимися героями Ошеломительными роликами И неизменными замысловатыми прическами Всех без исключения персонажей За это она и любима миллионами фанатов И с выходом 13 части Их число лишь увеличится И это правильно Фантазируйте на здоровье Далее в виртуалити Куда идут огромные человекоподобные роботы И почему американские политики Одобряют атаку на Вашингтон Это виртуалити И сейчас мы расскажем вам Несколько забавных фактов Из мира видеоигр В старейшем английском университете Кембриджи Очень скоро начнут преподавать Такие дисциплины, как История комиксов, кинофильмов И компьютерных игр Представляете, как солидный академик Серьезным видом будет учить своих студентов Как правильно угонять тачки в GTA Или как ловчее играть в Guitar Hero Если честно, я с трудом О том, что представить гораздо легче В нашем блоке новостей Совсем недавно компания Ubisoft Анонсировала свой новый проект Экшен Future Soldier Из линейки Tom Clancy Ghost Recon И сразу же эта игра попала Под пристальное внимание Дело в том, что на обложке Изображен американский спецназовец На фоне собора Василия Блаженова И других православных святых Значит ли это, что действие игры Будет проходить в России Пока не ясно Но после скандального уровня В аэропорту в модном Warfare 2 Мы ждем от западных разработчиков Любого подвоха Особенно в игре Где встречается имя Главного русофоба Тома Клэнси Томми Мы следим за тобой Компания Microsoft Недавно провела выставку X10 На которой было много всего интересного Во-первых, объявили дату Выпода ужастика Alan Wake 18 мая Очередной трейлер Просто валит с ног Во-вторых, показали новые кадры Из долгожданной Splinter Cell Conviction Сама игра появится уже 13 апреля И больше никаких переносов не предвидится А вот про Fable 3 сказали мало Только то, что проект выйдет ближе к Рождеству Ну и главным событием мероприятия Стал, безусловно, анонс Бета-теста шутера Halo Reach Который начнется 3 мая Вот такой был праздник У фанатов консоли От Microsoft Пока отечественные депутаты Обвиняют Call of Duty модом Warfare 2 В экстремизме и прочих смертных грехах Американские консерваторы Наоборот Привлекают с помощью этой игры Молодежку на свои мероприятия Так на прошедшей недавно В Вашингтоне конференции Консервативных политиков Любой желающий В специальной зоне отдыха Мог опробовать эту игру И это несмотря на то Что в шутере присутствует сцена Где этот самый виртуальный Вашингтон Бомбят и атакуют Российские вооруженные силы И, что самое удивительное Никто не обвиняет игру В экстремизме И убийстве американских граждан Оказалось бы Какое популярное занятие Ругать виртуальные развлечения Выходят, не все политики считают Что игры — это зло И это характер Геймеры, страдающие дальтонизмом А есть и такие Не могут нормально играть шутер Биошок 2 Все дело в том Что в одной из мини-игр Им нужно зафиксировать Стрелку прибора В зеленой или синей зоне Минуя красную Дальтоники просят Выпустить разработчиков В специальный патч И я надеюсь Они это сделают А сейчас Поговорим об игре В которую смогут играть Все без исключения Ну, кроме тех У кого педиофобия Ну, это Боязнь Человекоподобных роботов Да, есть и такая Крис Тейлор Глава компании Gas Pever Games Очень веселый И харизматичный Дяденька Он всегда с удовольствием Рассказывает о своих новых играх А делает он в основном Ролевые проекты Стратегии И стратегии с элементами Ролевых проектов Одна из таких игр Стратегический хит Supreme Commander Он поражал масштабом Происходящего На поле брони Сходились десятки юнитов В том числе Так любимый нами Человекоподобный робот А когда геймер Отдалял камеру От места сражения Все происходящее Превращалось В тактическую карту Правда Консольщики Проект не оценили Там он разошелся Смешным тиражом 30 тысяч копий Зато компьютерщики Приняли игру хорошо А пробовали И с нетерпением Ждут Supreme Commander 2 Во второй части Мы решили Не изобретать велосипед А довести до идеала Все самое лучшее Из оригинальной игры Сражения станут Еще быстрее Роботы будут носиться По полю боя Как будто у них Там что-то коротнуло Все при этом стреляют Жгут лазером В общем красотища Кстати мы поменяли Графический движок Теперь все юниты Выглядят очень пристойно А самое главное Места сражений Теперь значительно Увеличились в размерах Вот где вам пригодится Военный транспорт Чтобы быстро перебросить Резервные войска Прямо в гущу сражений У нас там есть Такая забавная штука Пушка Она выстреливает ваш юнит Туда куда вам надо Главное не промахнитесь И не впечатайте его В стену или океан Иначе ресурсы Потраченные на боевую единицу Пропадут Будет обидно Но кстати Подводные вооруженные силы Тоже никто не отменял Есть тут такое чудище Кракен Механический подводный осьминог У которого в щупальцах Ракеты стратегического назначения Ох он всем нервы попортит А еще у нас много новых типов войск Их будет более 25 с каждой стороны Местами попадаются Совсем адские машины смерти Как мы их только придумали А сюжет игры все такой же незамысловатый После 25-летнего перемирия Три фракции снова сошлись в бою за ресурсы И мировое господство Герои-злодеи выясняют отношения А мы наблюдаем за ними С помощью кинематографических вставок И роликов на движке Ничего необычного А вот что действительно новое Так это ролевые элементы Теперь каждого захудалого работягу Можно прокачать Накинуть ему пару сквалов А отдельные красавцы могут обзавестись Ну совсем экзотическими апгрейдами Кстати, в одной из сторон будут огромные органические юниты Но больше я вам пока ничего не скажу В общем, следуя за модой Supreme Commander 2 пытается совместить стратегию С ролевой игрой и тактическими изысками Пока выглядит неплохо Кристейлор хитро улыбается И нахваливает свой проект Ну а правда ли все это Мы узнаем в начале марта Когда выйдет игра Хотя из-за огромных шагающих роботов Пропустить ее Настоящее преступление Ну и напоследок Посмотрите новые кадры Из зомби-рубилого Dead Rising 2 Вот уж где Настоящий рай Для любителей расчлененки И кстати, игра выйдет 3 сентября А в следующем выпуске Виртуалити Вас ждет подробный рассказ Про знаменитый интерактивный триллер Heavy Rain Много интересного про Battlefield и BioShock А также занятные байки бывалых геймеров С вами был Макс Васильев 10Bike Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok